Добрый вечер всем, кто смотрит нас. Это канал «Глядут приключениям» и обсуждение маленькой истории рождественского ланшота. Вот, давайте по традиции начнем с игроков, закончим мастером и чатом. Стюарт Литтл был прикрафен. Стюарт Литтл. А я представляла эту мышь, почему-то она в моей голове была, как это, как же их называют, эти большие мыши, домашние животные. Сушила. У меня почему-то полное ощущение, что она такая, типа, прям. Ну да, это был полухомяк такой. У меня был похож на Рокфора из ЧП и Зейла. Вот тоже какой-то, да, немножко мудракфора, да, да. Не сдавая мышь, просто мечта. Слушайте, очень красивая, я вам скажу, вся очень красивая история и такая детская мечта уменьшится и попасть в игрушки и ими поиграться. Вот. Чуть-чуть есть, как я скажу, сложность такая детская, у меня сложность в отыгрывании ребенка, когда начинают решать проблемы взрослых. С того момента, когда начинается серьез, на самом деле, ребенку, ну типа, с игроком, ребенку думаешь, ребенок-то разобрался, потому что он настоящий ребенок, а не как я. На самом деле, это наше представление о детях, мне кажется, я понимаю, про что ты говоришь, мне кажется, это немножко наше представление о детях, о том, что они как-то себя по-другому ведут. Они на самом деле иногда намного более, чем взрослые, такие прям, они очень конкретные. Да, это было сложно играть. Типа, мне сложно представить, как будет, как я бы решал этот вопрос, я понимаю. А как решают проблемы дети, я в какой-то момент чуть-чуть потерялся, но потом нашелся. Потом стало более-менее просто. Очень красиво, очень невозможно было предугадать, что дальше. Вот, я думаю, что вот этот вот, это, я не понимал, то есть у меня не было обычно, я есть в главе куча хитрых планов, как, значит, можно попасть куда-туда, туда, 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 и как вообще решить сложившуюся ситуацию. Здесь, на самом деле, Паук честно не понимал, и я, как игрок, отдавался на волю своих, значит, сопартийцев в прохождении этой всей истории, и я очень рад, что все-таки мы смогли уговорить, что, как бы, произошло чудо. Вот, мне кажется, главное, что произошло здесь, произошло чудо. Я думаю, что вообще в Рождество, это одно из самых важных событий, которое может произойти, это чудо. Вот, я еще, как бы, живу в ожидании этого чуда. Здесь сегодня оно происходило, и мне очень нравится, а, и Пашка, вот, надо обязательно сказать, что мне кажется, замечательный дебют, я поздравляю тебя с дебютом. Ну, вообще. Я кланяюсь, как мышка. Замечательный дебют, ты вообще понял, мне кажется, она очень важная вещь, именно про эти игры, это момент, когда ты отдавал перчатку, момент поражения персонажа перед тем, как стать кем-то, момент поражения персонажа, я думаю, что это не интуитивно, ну, ты понял это как-то интуитивно, я думаю, что, на самом деле, это не дружелюбный интерфейс у ДНД в этом смысле. Я, когда первый раз сыграл, я хотел бы выиграть, я бы не отдал бы никому же перчатку, вообще бы спрашивал мастера, можно ли еще 600 спичек найти, чтобы победить кота. Вот я про это как раз хотел сказать, что здесь у вас как раз-таки классно, что, как бы, нет цели победить, выиграть и так далее, вот вообще не было такого вопроса. Как бы, естественно, мы там, как персонажи, боролись за свою жизнь и искали выход из ситуации, но в первую очередь, по-моему, все равно затрагиваются какие-то человеческие штуки, какие-то вопросы, мысли и так далее с помощью, ну, то есть, этого мира, этой атмосферы, куда мы погружаемся, и это самое классное, наверное, вот это вот. Я потому что играл, у нас девочка организовывала что-то подобное у себя в квартире, у нее была довольно большая квартира, такая просторная, из окна до окна в старом доме, она, причем она была узкая, но длинная, вот, и мы там собирались, она иногда устраивала, чтобы мы там прям ходили и что-то делали, но в основном тоже сидели и рассказывали, вот. Но у нее был тоже, ну, ой, у нее был больше упор именно на то, что, ну, то есть, как в каких-то компьютерных играх, типа там Dragon Age, или какая-то про космос у нее были темы, она прям придумала таких персонажей, мы ими становились, и там прям были реальные квесты, как нужно кого-то убить, туда-то пойти, там, ну, супер движуха вообще и так далее. Вот, и там все равно она делала классные вещи про, как бы, ну, человеческое просто раскрытие, что когда они там выходили в какие-то монологи, нужно было реально общаться, как и здесь, и вот это классно. Ну, то есть, не знаю, мне это нравится. Ну, девчоночки, мои любимые партийцы, замечательные. Мне очень нравилось, что сегодня лидерство отошло к ним совсем полностью и заговорочно. Это, по сути, мне очень понравилось, что был как бы лидер в лице пыли и идеолог, идеолог лидера Клякса, вообще, мне кажется, замечательно было, потому что действительно... Клякса философом сегодня. Да, даже говорю, как бы, то есть, был человек, который вел нас к светлому будущему, и был человек, который придумал это светлое будущее. Который понимал это светлое будущее. Да, объяснял нам, что там в этом светлом будущем есть. Вот, поэтому я могу сказать так, я как бы пролетел по этому ваншоту, как на поезде игрушечного, вот. Потому что я практически не устал сегодня, у меня почти не скрипели мозги. Я единственное, жрать хочу, как собака сутулая, просто нереально хочу жрать. И орехи вообще не спасают. Чуть-чуть. Но, действительно, замечательно, мне было очень крайне комфортно и приятно играть, вот. Мне понравилось еще, как с первой сцены, где описывались персонажи, сразу же стало понятно, кто за что отвечает. Именно вот как реально в команде детей. То есть у меня была цель, что я пойду к этой женщине и буду ее убеждать в том, что ей нужно взять сразу четверых. Потому что у нас есть сильный парень, пробивной. У нас есть суперумная девчонка, которая, как бы, у меня была сначала ассоциация такая с Вэнсдей. Ну, такая ассоциация-то, да. Ну вот, и... Посмотрите, я тоже не видела. Я бы я видела старую такую версию. Боже мой, и какая-то была мысль против... Ну, кто-то там, короче, есть. Сейчас просто, сейчас просто уже на третьем часу ночи я немножко обнулилась. Вот. В общем, с этой первой сцены заявочной нас, как персонажей, сразу стало понятно, кто за что отвечает. Вот мне это очень понравилось было. Сразу как бы так, оп! Вот она есть, как бы наша вот эта вот сталька. А я вклинилась? Нет. Я что сказал? Я, да? Мне очень понравилась вообще муд всей истории. Я всегда сложно отношусь к себе в роли детей. И вообще, как бы, вообще, как к детям, к отыгрыванию детей. Это все очень непросто. Вот. Особенно потому, что я много вижу, блин, детей, и... Они не такие, как... Это очень-это очень сложно. Это грани их серьезности, как бы. Но мне кажется, что у нас это, как бы, не знаю. Но мне кажется, что у нас это получилось сегодня круто. Вы двое были просто пиздец. Что сухарики, что... Кляксовое непонимание этих взрослых приколюх. Зачем вы это делаете? Вот. Осенью двое были для меня просто... Я вот прям вылетал, и я даже в какой-то момент перестал играть ребенка, потому что я понял, что это на самом деле не нужно. А на самом деле это не нужно. Я вот как бы... Я с этой буквой «Р» подумала просто, что я хотя бы на нее буду опираться, потому что я знаю, что отыгрывание ребенка – это всегда такая... Ну, ты, блин, знаешь, на малышей. Это очень сложная штука. И не хочется уходить... Как вы... Как я малыша, да? Да нет, блин. Вот мы и не уходили, потому что они так не делают. Они-то считают себя взрослыми. И это супертонкая грань того, что как бы человек очень как бы... Он очень конкретно знает все про этот мир, просто он еще и на самом деле не все знает. Хотя фиг знает, может и все. Вот. И не знаю, я вот согласна с Горбатой, у меня тоже как бы... У меня так все пролетело клево. И не знаю, прям прикольно, короче. Мне все очень вкатило. У нас были жесткие дети такие. Ну да, да. Но мне кажется, что и приютские дети, они как бы, они в основном, они чуть больше... Они чуть больше уже про мир, про жизнь понимают. А не то, чтобы про жизнь, они не знают, как раз таки многих правил игры. Они не знают многих социальных правил игры. Но при этом у них чуть больше опыта, чем у того же как бы ребенка, может быть, из благополучной семьи, например. Мне так кажется. Да, жизненного как бы... У них как бы, да, у них что-то там есть... Слава богу, что я не знаю. Да, да. Вот, собственно говоря, какая-то у меня была мысль. Да, мы абсолютно, мне кажется, что мы избежали всех как бы этих сложностей, которые могли нас поджидать на этом пути. Мне очень понравились... Мне очень понравились эти взрослые, которые вот... Мне кажется, это очень про жизнь. Абсолютно разочарованные в жизни взрослые, которые как бы грустные, толпами гоняют. Отдельно друг от друга. Отдельно друг от друга. Мне кажется, это очень про жизнь. Это прям вот вообще... И Гоша прекрасно проживала на жизни. Да. Мне очень понравилось. Я больше всего... Самое смешное было это вот музыкант, который изображает, что он пьяница. Это просто дико. А как мне было жалко, что не может паук этого понять, почему он сидит с рыбой бутылкой. Я жалко был, да. Я думаю, блин, как к ним? Блин, язык какой... Мне вот... Стенциальный кризис Маэстро мне больше всего понравился. Мне как бы... При том, что он был самый, типа, такой... Ну, типа, и что с тобой делать, блин, Маэстро? Нет, мне он был самый смешной. Что с тобой делать? Но мне показалось, что он прям самый какой-то... Короче, вот самый такой вот... Я прям понимаю, что у него все не сложилось, и все, и пипец, короче. Вот. Ну, непробиваемая принцесса была. Ну, принцесса, она на грани просто. Она на грани. Она на грани. Фарфоровых, вот сразу как фарфоровые сходы, я такая, ну... Да, принцесса страшная была. Вот принцесса была именно страшная. Да, она как бы... У нее зерно, она не сумасшедшая, на самом деле. Это понятно. Да, да, да. У нее зерно, она просто актриса. Ну, ты знаешь, я могу сказать, таких актрис можно назвать сумасшедшие. Ну, иногда сложно понять просто таким людям, иногда сложно понять до конца. Внутри, но она как бы, то есть, да. Очень здорово, что карта снова есть, это прекрасно, и все наглядно. Второй этаж не успела делать. Второго этажа не хватило. Спички, спички клевать им. Спички, орешки. Барти Боттс, как, вот видите, здорово как, что не превратился в ваншот, в истории не превратилась в поиск орешков. Да, кстати, мы вообще, да, эти орешки... Потому что Барти Боттс в Гарри Поттере, от них зависело как бы действие, как магия. Здесь как бы некая энергия, и то она как бы такая. И еще важнейшая вещь скажу, раз уже наступила 25-я. Константин Евгеньевич, с днем рождения. Много лета вам и долгих лет жизни. Кинчев кто это? Да. Сегодня день рождения Кинчев. Он смотрит на зло. Конечно. Мы пчелом бьем Кинчев. Конечно, бьем пчелом Кинчев. 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 Нас просят сделать сердечки. Что я хочу сказать. Я очень доволен, как прошла игра. Мне было немножко... То есть у меня появилась дополнительная линия, которую я решил провести. Это линия уборщика. Великолепная. Она случайно, да, получилась? Да, да. Ну, Паша ее заявил. Я подумал, что на самом деле... На самом деле очень круто получилось, что миф. О группе, да, миф о команде. Он не за кулисами свершился, а он здесь случился. Слово говоря, частая проблема в аншотах, что у команды нет предыстории. И тут она случилась. Это был как бы пункт создания команды. Для меня было удивительно, как ты мою предысторию соединял. То, что я сказал про две. Потому что я не говорил Гошу перед началом. Ничего не про дом, не про дверь. Я все это сам придумал. Что он, типа, куда-то лазит. И я потом такой... На самом деле это чудо новогоднее. Потому что была придумана дверь. И когда ты сказал дверь, оно просто... Ну, как-то вообще сегодня все слилось. Оно склеилось автоматом. Мне было очень радостно. Я тебе больше и больше скажу, знаешь, что еще прикол в чем? Заранее были придуманы дверь, и были придуманы призраки. Заранее. И ты это сам озвучил за меня. Ну, да, да. И я такой, о, ну все. Блин, че-че. Да. Какие призраки? Ну, типа, что это дом с призраками. Это должна быть часть слухов. Вот. Которую вы как бы бросками... А тут ты их просто выдал. Ты просто выдал экспозицию мою сам. Мне очень понравилось, что есть некая дверь, за которую, типа, никто не заходит, никто не был там. И мне это понравилось, что уже как бы слух был, некий миф. И только маленькие люди могут туда попасть. На самом деле очень круто, что только маленькие люди могут оттуда выйти, и больших туда как бы хода нету. За эту дверь. Это некая вот дверь, за которой большие спрятаны. Вот. Ой, как удобно. Я хочу этих цукаттов, мне не понравилось. Возьми все. Да, вкусные цукаты. Да, угощайся. Я вот что-то не очень люблю цукаты. Ну ладно. Я могу сказать, я в безумном восторге от ваших персонажей. Дай мандари. Мне очень понравилось... Подъем. Мне очень понравилось, что Паша так органично легко влился и делал такие клевые мувы, которые мне нравятся. Ребята знают просто, мув как создача перчатки. Это то, что я как бы люблю. В этом есть как бы для меня история сюжетная. То есть как бы это плацдарм для движения истории на самом деле. Это детали прикольные. Это некий разбег для того, чтобы потом история двинулась. Я это очень люблю. И кайфово. Мне очень нравилось, как вы встаете спиной. И мне очень нравилось, что Вера взяла, например, вот это вот лидерство и командование. Это очень круто. Мне кажется, получился очень классный, сильный персонаж. Мне очень понравилось, что Диана вставала спиной вот к этому всему, что она была такой вот самой маленькой. И это было очень круто. Это давало такой объем детский, типа вот этого восприятия. Я очень рад, что ты взяла вот эти, как их развила идею причуд. Причуды, потому что причуды, как бы тоже один из, как бы, этих образов, то, что отличает, как бы, детей от взрослых. На самом деле, то, что их объединяет, и при этом то, что их, как бы, потом превращает окончательно во взрослых. Жалко, что с теткой не все поговорили. Там можно было поговорить. Но мне кажется, нет, для истории это не нужно. Просто я просто, типа, от себя. Нет, у меня изначально была идея, чтобы все поговорили с теткой. Сан-Туан-Эт. А ты тетка шикарная была. Ну, это было бы долго очень. Зачем? Нет, все было понятно. Нет, понятно, я просто для персонажа. Нет, это офигенно то, что такая тетка в результате забрала себе. Да, глухо. Это просто жесть. Что сказать? Я хотел завязать историю, как бы... Ну, для меня, как бы, это... Сейчас буду говорить словами нашего Большего Министерства культурного библейской истории. Но для меня, правда, важна была, как бы, такая вне времена, и я говорил ребятам о том, что... Я, кстати, это вообще не понял. Что именно? Типа, я вот связью с библейской историей. Я, вот, я, как бы, пытался ее все тематически, как бы, связать. Но у меня как-то ее... Я ее не проклюнул. Тут, как бы, меня не ходит... Оно, как бы, оно не совсем, как бы, впрямую. Оно дается так, как бы, просто образом. Для меня был важен образ, как бы... Короче, сейчас объясню. Рождество для меня, типа... Ну, это рождение Иисуса Христа. Если коротко сейчас пройти, вот, по этому базису, боковому, который у меня есть, то это Рождество Иисуса Христа, и Иисус, это непорочный ребенок. То есть, как бы, условно говоря, это некий ребенок без отца немножко. То есть, он такой... Он тоже, как бы, в смысле, сирота. Вот. И для меня это, как бы, коллективный Иисус Христос. Нет, я не понял, что, типа, я что-то не понял, что здесь происходит. Да, да, я прям не считал, неинтересно, что ты... Это некий образ, это некий образ, вот, такого, типа, Сына Божьего, который оказался, как бы, сиротой, вот, под небом, в неком... Вот это тоже разрушено, это как раз этот хлев и есть, собственно, библейский. В котором животные ходят, вот, и они, как бы... И у меня оказалось просто так, у меня поменялись Иисус, и волхвы поменялись местами. Я просто решил их поменять и сделать, что не волхвы приходят к Иисусу, а Иисусы находят четырех волхвов, как бы, некий коллектив Иисус находит четырех волхвов. Такая вот заумная идея, но она, как бы, это не... Она, как бы, это просто один из моих образов, вот. И звезда, как, вот, спичка звезда, как некий огонек в зиме, который... И надежды, и мечты, и все остальное. Девочка со спичками некоторая такая. Но девочка со спичками я не помню, да. Мне очень понравилось, как мы поддержали эту тему денежками маленького бога. Ой, это... А это импровиз, да? Что? С деньгами, ну, типа, по... Да-да-да-да-да. Просто как это было сказано, это просто... Не, мне на самом деле понравилась эта некая религиозная и вообще вот эта вот связь с богом. Я хотел ее в этом ваншоте, я хотел, я не знал, как ее принести сюда, но вот... Она сама пришла. Ну да, этот уборщик, я вдруг понял, что ему нужно какое-то уже очевидное злодейство, явное здесь в этой истории. Я подумал, что нет ничего лучше, чем похитить... Да, да-да-да. Да, просто я в какой-то момент думаю, да, типа, мудак-мудак. Но, блин, работает уборщиком в детдоме, вряд ли он там, блядь, золотые гуры получает. Не, ну, все равно надо об это обрабатывать храм, ну, как-то совсем не по пацанству. Ну, самое жуткое было то, что он под ножку немого мальчика поставил. Вот это было место. Ну да, были какие-то моменты, когда хотелось ее не тащить. Вот я этого и не видела. Он некий такой царь Ирод этой истории, который преследует всех детей и гадит его, и он отправился, собственно говоря, в лес гулять. И получилось здорово. Вот. Собственно говоря, герои дома, это была самая моя большая опасность и страх, сложность, потому что я, как бы, я... Они должны... Сцены должны были быть больше, просто за счет времени. Я их сильно сократил, ужал, и они, как бы, приходилось так вот в полевых условиях немножко. У них это четыре таких образа, это четыре, кстати, тоже типа темперамента. Шумник – это холерик. Маэстро – меланхолик. В конце флегматик, и принцесса – это как ее... Сангвиник. И, да, и принцесса – такой Сангвиник, немножко сумасшедший. Вот, и они такая вот команда, которая там существует. У меня вопрос, как мышь оставила какашку в гримерке? Ну, то есть она там же дверца, и не гримерка, а лекка. А дело в том, что, вы думаете, они там, как бы, репетировали спектакль, готовили. Я забегал туда. Ну, как бы. Она умная, она действительно Альберт Эйнштейн, да. Она умная, но она, как бы, в процессе. Он еще, как бы, в процессе. Он сначала сделал театр, стал какать в гримерке. Он для нее сделал следующий туннель – это туалет для Альберта. Там были специально оборудованы уже кабиночки. Он, как бы, привычал его... К цивилизации. Да, 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 он действительно такой прям... Он из них единственный, как бы, там, если главный у них, как бы, это затворник. Она за всю группу отвечает, но она, как бы, ей самой-совой хорошо. У принцессы она... Короче, так, поехал. Ну, она, она, как бы, она не нашла другого способа, кроме как, вот, играть в эту игру большую. Вот. Меланхолик самый, точнее, маэстро самый беззащитный из них всех. И, собственно говоря, человек, который оказался с расстроенным роялем. То есть, как бы, он себе это никакого места не нашел, в отличие. То есть, одни нашли себе книги, другая домик, третий нашел себе мышь, этот себе ничего не нашел. И он просто, как бы, страдальность. Но он и меланхолик, он такой немножко, как бы... Он и хотел, чтобы его нашли очень сильно. Он даже бросил, как бы, орех. Немножко надо... Давай понять, что он здесь есть, да. Ну, вот, такая история. Мне... Я рад, что они, типа, эти персонажи встретились. Я все искал, каким они... Что, каждому из вас, кто какой-то конкретный, будет связан с вами. Вот. Но оно как-то... Само как-то вот остается на усмотрение зрителей, как дальше эти люди друг с другом будут существовать. Вот. Огромное спасибо музыкальному сопровождению. Это очень хороший композитор, который написал, кстати, музыку к мультфильму Миядзяки. Вот. Это очень-очень классный японский композитор. Это все один композитор? Ну, большая часть, большая часть музыки, да. Ну, который вот движовой, движовой музыки, большая часть. Это был Джо Хисаиши. И японский... Прости нас, Джо, что мы поспизили у тебя музыки. Японская филармония. Я думаю, что он был бы неплохим. Особенно Миядзяки был бы неплохим. Но он не имеет отношения у тебя на Миядзяки. Вот. Хотим передать огромный привет нашему техническому директору Антону, который болеет. Антон, выздоравливай. И всем, кто болеет в это холодное зимнее время, все, кто... Пусть все выздоравливаются. Да, укрепляйте иммунитет, везде грипп, надо следить за своим здоровьем. В чате спрашивают, что за шрам у паука. Паук как бы лазает по заброшкам. Поэтому у него шрам на руке от штыря, на который он напоролся. На заброшке. И поэтому это вот штырь. А персонаж мастера по имени... Как это? Щуплый он? Щуплый. Щуплый учил уму-разуму. Это явно старшеклассник такой. Летом у семнадцать. Который учит молодого пацана курить. Стрелять деньги у прохожих. И в общем... Там еще спрашивали про имена. Почему-то сказали, что ты Луи. Ты Луи? Я в один момент сказал, что Луи. Я придумал в жизни, что я Луи. Так мастер сказал, что у нас нету имена, не нужно их нам придумывать. Мы как псы с кличками просто. А если меня... Чат требует... Нет, я как бы себе придумала именно тоже. Я бы заняла, что кличка, да. Чат требует Пашу в комфорте. Я могу сказать, что я уже пригласила Пашу в комфорте. Чего-чего? Ты игра. Те маншоты, что я люблю. Пригласила я тебя. А, да? А ты забыл? Перед игрую. Я не помню. Получается, я вру. Я правда не помню. Получается, что кто-то здесь блядский брехун. Мне понравилось играть. Я тебя пригласила. А, классно, спасибо. Посетить другие форматы. Спасибо, мне понравилось. Спасибо. Вот еще про игру. Хотел сказать, что... Не-не-не, все нормально. Я, конечно, очень рассчитывал на спички, на самом деле. Я дал им некую игровую функцию, типа, забрал у себя. Надеялся, хотел от вас, чтобы вы инсценировали, как бы, раскрытие истории. Вот, когда вам этого захочется. Немножко что-то я тут просчитался. Мне кажется, я недостаточно хорошо вам объяснил, как это работает. Но я предполагал, что вы о каждом безнадежном могли узнать прям вот подробно. Да, вот все. При везде открытие, вот в его месте, где он находится, там везде были раскиданы, как такие, типа... Но мы же кто? Мы же за пусюки. Мы фиг спичку зажжем тут без надобности суперважной. Мы же только в конце, как бы... Да-да-да. Мы скорее в финальной сцене не помашем, чем... А у меня пять спичек. Я скопил. Было как последнее штука в Гарри Поттере, его набрали, нашли комнату с Барти Ботс. Больше они не пригодились, но как бы брать комнату с Барти Ботс. Да. Вот, я рад на самом деле, что оно такое осталось немножко недосказанное в конце. Ну, это же сказка. А? Сказка. Ну, да. А где недосказанное? Ну, это... В чем? Там... Дети нашли родителей, и все. Да, я имею ввиду... Родители нашли детей. Я имею ввиду... А, скорее история. Их история, ну, мне кажется, она более-менее что-то как бы понятна. Ну, мне кажется, во-первых, она понятна, и во-вторых, я думаю, что... Типа... Ваншот был посвящен все-таки истории, типа, детей. И если бы мы их подробнее историю... То есть нужно было либо заниматься их историями, и исправлять, типа, их историю. Мне кажется, потому что сейчас баланс был идеальный в этом смысле. Да, да. Ну, как бы... Для меня это была история встречи, как бы. Встречи одних с другими. Как бы, образ двери, через которую, как бы, одни приходят к другим. Что, во-вторых, так и есть сначала. Вы прошли через дверь к ним, туда, в их мир. Потом они прошли к вам. Вот. И как бы все сделали шаг навстречу друг другу, за счет этого мир продолжил жить. Вот такой вот концептуализм страшный. Вот. Что могу сказать? Все, наверное? Да. Всех обнял, приподнял. Ребята, молодцы. Чатик. Пишите комментарии на YouTube. Как только там появится, очень будем считать. Не только чатик, а ютубчане. Вы там послушали Гошу и написали, там, привет, я Вован, я здесь. Теперь, отлично, первый, значит, первый разряд взят. А теперь чуть-чуть осмысленнее комментик оставляем. Да, привет, я Вован, я вот это думаю по поводу игры, я здесь. Танис так и напишет, я вот это думаю. Ну, это уже будет тоже. Хочу сказать спасибо модераторам, которые были на игре, на стриме. И хочу сказать спасибо Крайн Хоупу и, как удивительно, но Марии Хоупе, которые стоят в топе нашего, как это сказать, рейтинга Трова. Да, людей, которые поддерживают рост. Это из тех, кто онлайн. Из тех, кто онлайн, хорошо. Вот. Ну, да, Машаня, она на третьем месте еще в общем вообще лейтинге. Да, и на прошлом тоже Антон говорил то, что Мария, это у нас ого-го, там вырывается вперед, и такая у нас происходит какая-то гонка хоупов. Уже какая-то прям чита, и все, не буду шипеть. Шуточки для чата. Вот. Ну что ж, еще раз всем спасибо. Огромное спасибо замечательным людям, моим друзьям, которые записали для заставки эти прекрасные интервью с настоящими маленькими людьми, которые, слава богу, не сироты. Их только ждет большой мир. И я рад, что они поделились с нами своими размышлениями об этом мире. Вот. Отдело спасибо всем, кто сегодня завершил эту арку, донатил. Все денежки, которые вы сегодня прислали на донаты, они все пойдут на благотворительность. И пойдут они именно детям. Боксеру? Детям. Пауку. У них там какие-то другие, у них какие-то там другие клички, у них другие жизни, судьбы. Но мы хотим их поддержать, помочь им. Вот. И поэтому мы все это подсчитаем. Что там вот пришло сегодня у нас? А что уже пришло? Да, пришло, пришло. Я не могу сейчас, к сожалению, не могу... Вот. Мне сложно сказать сумму, но... Потому что у меня это все зависает. Но как только я это все подсчитаю, мы... И мы определимся с фондом. Вот. Мы все это выложим. Открытый доступ. Просто чтобы сейчас этим всем не заниматься. И выложим открытый доступ. И все сообщим, куда что пошло, кто получил эти деньги. Вот. Спасибо всем, кто кинул донейшн. Ребята, вы сделали мир лучше сегодня. Всем спасибо. Спасибо, Гоша. Спасибо. Ребята, всех с Рождеством. Это был последний стрим в этом году. Нет. Но тот уже будет, как сказать, уже... Почему? Тот в этом году будет. Ну, хорошо. Игровой, игровой. Последний игровой стрим в этом году был. Вот. Спасибо всем. Берегите друг друга. С Рождеством. Грядут приключения. И... Никак этим временем. Между нами день-день, нет. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...